Книга «Открытым оком», 25-й том, тема «Святая Библия», вопрос 3733. «Разве могут все вопросы разрешаться во свете Библии? Есть же столько вещей, о чем авторы книг Библии вообще не имели никакого представления», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Соломон подметил подобный взгляд на окружающее. Бывает нечто, о чем говорят «Смотри, вот оно новое, вот это новое», но это было уже в веках бывших прежде нас. Если бы люди всегда свои мысли сверяли с Библией, то болтовня об эволюционном развитии, о превращении одного вида в другой исчезла бы навсегда. Псалом, 35-й глава, 10-й стих. Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. В Библии фактически есть отражение мысли Божьей, отблеск его лица замысла. Псалом, 88-й, 16-й стих. «Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица твоего Господи». Я же не поэт, не богослов какой-то, затертый ученостью, заквашенный на чужих изречениях. И всего-то, чем я занимаюсь, так это не устно зову всех сесть у ног Креста и слушать его святые речи, чтобы жить во свете Библии Господней. Исайя 2, 5. «Придите, и будем ходить во свете Господнем». Да и в Новом Завете сам Иисус неоднократно призывал не молчать, а открывать истину, выводить ее во свет Божьих заповедей. Лука 12, 3. «Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Внимать слова Божии значит жить во свете Христовой любви, как вот прожектором ничего греховного не утаивая. 1 Иоанна, 1 глава, 7-й, 9-й по 10-й стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кто говорит, что Он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Много говорят о любви монахи, а сами отвергли призыв Христов идти на благовестие. Монашство само по себе есть наивеличайший соблазн тысячелетий, «Ибо заблокировали живую проповедь миллионов правозвестников и погубили христианство на востоке полностью». 1 Иоанна, 2-й, 10. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Проповедь жить по Слову Божию – это и есть все рассматривать во свете Библии. Колоссянам, 1-й, 12. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Во свете Божьей любви, во свете Его откровений жить, значит, нужно знать волю Божию, и она познается только через Святую Вечную Библию. Это будет и в самой вечности. А навык крайской жизни мы получаем уже здесь, на земле, через изучение Святой Библии. Откровение, 21 глава, 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь Свою». Стихотворение. «Господь идет, Господь идет, и страха полон будет ныне. Отвегай испаренный народ, спасенный им среди пустыни. Господь пришел, Господь идет, пред Ним трепещут горы, долы. Он в меч в руке своей несет, огнеподобный и тяжелый. Воспряньте, матери сосцы, приникли люди к ним живые. Воспрянут ныне мертвецы, подняв свои испраховые. Восстанут Господа народ, Господа народ, восстанет Господа народ. Ему он верен и доколе, врагов надменных не согнет. Вся мощь Его по Божьей воле. Иди, народ, иди, теперь твоя защита Вседержитель. В тебе пусть будет близок зверь, Бог сохранит твою обитель. Господь твой радостен и тих, с тобою он во дни тумана. Как поражал врагов твоих, так поразит Левиафана». Абрамов